здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в 30 уроке видео курса уникальные виджеты adobe muse и в этом уроке я вам хочу показать просто уникальный виджет просто единственные в своем роде это что-то с чем-то вот смотрите на первый взгляд казалось бы здесь просто картинка да но стоит мне начать водить мышью и что мы видим мы с вами видим 3d parallax здесь отчетливо видно как объекты буквально как будто сейчас выскочит вот сзади бутылка колонка смотрите обратите внимание это просто что-то с чем-то я когда впервые увидел этот виджет я просто чуть с ума не сошел то есть он просто реагирует на мышь как вы начинаете водить когда мышь убираем вроде бы просто картинка да давайте перейдем в adobe muse и рассмотрим настройки данного виджета чтобы у вас все получилось сразу без каких-то трудностей здесь нужно учесть вот какой момент во-первых давайте я вам расскажу как он действует здесь до безобразия все просто здесь нужно загрузить вот у нас здесь есть висит 5 слоев то есть пять картинок то есть чтобы видно было что картинка отделяется как будто бы от фона эта картинка должна быть отдельно от фона то есть вы должны заведомо найти где-то psd-шник то есть формат фотошопа да или у вас уже есть какой-то psd формат или из как-то сделать самому на фотошопе в общем здесь просто должны быть картинки разделенные от заднего слоя png картинки их просто загружаете вот сюда по сути и все но есть вот один нюанс все картинки они должны быть одного размера я вам покажу вот эти картинки которые я использовал что значит одного размера вот есть отдельный бэкграунд он у меня 700 на 1029 вот есть постер то есть цельная картинка да она также вы видите 700 на 1029 и вот отдельные элементы даже вот который текст внутри здесь его не видно прозрачная область она все равно занимает 700 на 1029 то есть обязательно должны быть одного размера картинки только png картинки вы располагаете там где вам нужно но прозрачная область должна занимать 700 на 1029 и давайте пробуем смотрите первое постер не совсем понятно зачем это нужно его все равно не видно его будут закрывать все вот эти картинки следующие которые мы загрузим здесь то есть постер это вся ваша картинка цельные то есть все что вы разделяли по слоям на фотошопе здесь а картинка должна быть цельные и не видно я предполагаю что она здесь нужна только в тех случаях что например в каких-то браузер на каких-то устройствах не будет работать вот этот параллакс и чтобы там не было пустого места отображался постер вот у меня есть только одно соображение поэтому я вам советую все-таки это постер сюда заполнять обязательно картинку закиньте нажимаем на ссылку добавить файл постер вот я выбираю то есть просто загружаю как обычно background тоже цвет я в принципе не трогаю белый остается его как бы и не видно здесь так что я на этот принцип не обращаю внимание и у нас остается вот видите слои их нужно заполнить еще момент обратите внимание как у меня выглядят картинки здесь идет четкая последовательность то есть первая картинка которую сейчас загрузите layer 1 она будет позади всех соответственно вторая выше нее перекрывать 3 еще выше так как у меня со 2 начиная картинки все картинки в png формате с прозрачным фоном поэтому я примерно прикидываю какая картинка должна зачем идти вот я нажимаю layer 1 у меня идет вот просто фон без всего до заливка так сказать я ее загружаю у нас подгружается виджет здесь мы видим постер но в браузере мы видим уже с вами вот видите у нас происходит как бы картиночка да то что вот я залил вот видите постер не видно да но он все равно должен присутствовать то есть смотрите layer 2 добавить у меня тут идут бутылка с колонками да то есть вот эта картинка я нажимаю открыть и давайте посмотрим в браузере что изменилось то есть смотрите был вот так стало вот так загружаем дальше слой 3 дальше иду я загружаю загружаю свое изображение дальше идет у меня логотип миус и последний у меня тут есть еще текстовый слой внизу все изображение все загружено теперь давайте посмотрим браузер да и еще бордо радиус понятно внизу эту нас скругленные углы наши вот этой вот картинки да у всей я выставляю 0 мне скругленные углы не нужны и вот такая у нас картина получается смотрите я виджет поместил на холст по умолчанию он имеет вот такой свой размер но здесь у нас картинки вы видите колонка обрезается где-то обрезается задний фон потому что сама область виджета она намного меньше вы помните я вам говорил у меня размер картинок всех 700 на 1029 что и нужно сделать здесь вы выделяете виджет и тянете за крайний ползунок и смотрите то есть выставляете ширину и высоту но чтобы сделать более точно вы переходите в инструмент перспектива и ширина у нас 700 на 1000 29 чтобы быть точным теперь у нас изображение обрезаться не будут давайте посмотрим картинка стала больше и у нас с вами все получилось просто замечательный 3d параллакс надеюсь урок вам очень понравился на этом здесь все и увидимся с вами следующем уроке картинка а выдох и а Продолжение следует...